Пытки и истязания в Таджикистане продолжаются. Из России незаконно выведен гражданин Таджикистана. В Таджикистане правозащитная организация «Коалиция гражданского общества Таджикистана против пыток» составила карту населенных пунктов страны, откуда чаще всего поступают тревожные сигналы. В карту внесены факты пыток, начиная с 2011 года. Всего с 2011 года и по сей день с жалобами на пытки жестокое обращение обратилось около 200 человек. 60% обратившихся в коалицию пожаловались на сотрудников милиции. Больше всего пытки и другие виды жестокого обращения применяются на стадии задержания и дознания. Правозащитники объясняют, что это далеко не случайность. Юридическая коллизия в части термина «задержание» позволяла правоохранителям произвольно толковать свои действия по фактическому ограничению свободы передвижения граждан. Учитывая, что больше всего задержаний производит милиция, то, соответственно, 60% обратившихся, или 120 обращений, жаловались именно на действия сотрудников милиции. Напомним, что в 2015 году житель Вахдата Умар Бободжанов был зверски избит сотрудниками местной милиции за ношение бороды, вследствие чего вскоре от полученных травм скончался в больнице. А в 2009 году 33-летний врач-онколог Хуршет Бобоколонов был забит насмерть сотрудниками ОМВД столичного района Самани. Примечательно, что в обоих случаях виновные так и не понесли своего наказания. Гражданин Таджикистана незаконно вывезен из России в Таджикистан сотрудниками спецслужбы двух стран вопреки решению Европейского суда по правам человека. Как сообщила радио ОЗАДИ председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина, Саид Мааруф Саидов скрывался в России от преследования со стороны власти Таджикистана. Он в апреле нынешнего года подал прошение о предоставлении убежища в России и заявил, что в случае депортации на родине подвергнется пыткам. Но несмотря на все это, 26 мая Саидов исчез в Москве и, как выяснилось позже, был вывезен сотрудниками прокуратуры в неизвестном направлении. Правозащитники считают, что он был отправлен в Таджикистан. Следует заметить, что это далеко не первый случай, когда Россия, нарушая все правовые акты, содействует азиатским тиранам в похищении граждан этих стран для последующего осуждения на длительные сроки заключения. В основном данные действия применяются в отношении тех жителей Центрально-Азиатских республик, которые сбежали из своих стран от преследований по религиозным мотивам. Продолжение следует...